Дмитрий Пономарев С чем приезжали к нам на Кубань, какие впечатления о крае и Краснодаре конкретно? Различные миссии были и спортивные, и околоспортивные. Много раз я была в Краснодаре. Всегда радует, честно вам скажу, погода. И, безусловно, люди, которые улыбчивые, которые всегда так вот радушно принимают, это очень приятно и отличается от многих регионов. Здесь люди открытые, добрые, приветливые, и это очень здорово. Насколько мне известно, в этот раз вы приехали с особой миссией. Расскажите, пожалуйста, о ней в подробностях. Я приехала с акции «Жить, побеждая диабет». Эта акция направлена на профилактику осложнений для людей, которые страдают именно этим заболеванием. Ведь на сегодняшний день не столько злостное заболевание, сколько его осложнение. Поэтому в рамках нашего проекта я провожу мастер-класс по фигурному катанию для детей с диабетом. Также провожу мастер-класс для детей-спортсменов. И проводим, мы привезли с собой инструктора по скандинавской ходьбе, проводим мастер-класс по скандинавской ходьбе. Именно этот вид деятельности, активной деятельности, рекомендован людям с диабетом. Потому что у него фактически нет противопоказаний. Очень хорошая доступность, потому что нужна просто спортивная экипировка, палки. Потом у скандинавской ходьбы очень много плюсов. И опять-таки опора на четыре конечности. Это и, так как все же пожилые люди, да, и с сахарным диабетом люди очень часто обладают излишним весом. Когда идешь с палками, разгружаются и коленные суставы, и тазобедренные суставы, и спина. Опять-таки можешь сам регулировать нагрузку. Когда идешь с палками, палки чуть выше посложнее, чуть ниже попроще. Действительно очень много плюсов. Но опять-таки я призываю всех, это не говорит о том, что мы должны забыть рекомендации врача, все встать на палки и пойти. И, безусловно, для людей с определенными заболеваниями, в частности с сахарным диабетом, в первую очередь, это рекомендация врача. И вперед, добро пожаловать к нам. И буквально три раза в неделю, если заниматься, то можно достичь очень хороших результатов. Можете ли вы назвать свое участие в этой акции вкладом в выздоровление нации? Может быть, какую-то гордость чувствуете за это? Вы знаете, мне так хочется в это верить. К сожалению, у меня очень много знакомых, которые живут с диабетом. И я их тоже ставлю, скажем так, на палки. И когда они видят действительно свой результат, после 40-50 минут прогулки у них уровень сахара нормализуется и давление нормализуется. И когда люди к тебе подходят, говорят спасибо. Безусловно, хочется внести какой-то вклад и хочется призвать людей к тому, чтобы они понимали, что с заболеванием с этим можно жить. И можно жить долго и счастливо, просто контролируя себя и ведя действительно правильный образ жизни. Если у меня получится в какой-то части нашего населения показать, что это возможно, и люди попробуют и примут это, потому что это действительно не слова. Это действительно имеет место быть. Человек должен сам дойти. Я являюсь таким вот мотиватором, такой зажигалочкой, которая за собой ведет народ. Ну а ваша медийность помогает, мотивирует людей, что вы человек известный? Я думаю, что в какой-то степени да, потому что люди, они все равно равняются на тех, кого видят по телевидению, про кого читают. И мы, наверное, именно те, кто и должен идти впереди колонны, да, и не просто кричать, да, и говорить, что ой, сделай так, все будет хорошо, а делать и показывать, и доказывать. То есть наше здоровье в какой-то степени оно в наших руках и в руках наших врачей. Спасибо вам огромное за беседу. Желаю удачи в вашей акции и чтобы как можно больше людей присоединялись к ней и становились здоровей. Благодаря вам. Спасибо большое.